Очередной тур по футболу среди дворовых команд нового района прошел на стадионе школы номер 16. Игра привлекла не только молодых ребят, но и взрослых мужчин. Каждый хотел попробовать свои силы в футболе и побороться за первое место. Поэтому на поле юные спортсмены играли совсем по-взрослому. Играл я сначала за нападающего, потом за защитника. Хотя, хоть и команда противников была, хоть и меньше, но они показали себя на 100%. Играть с ними было достойно. Люди были хорошие, добрые, за чего. Собрались мы с командой еще месяца полтора назад, решили поиграть, узнали о том, что проходит у нас турнир дворовых игр по футболу. Такого раньше я никогда не видел, чтобы проводились такие в моей же школе подобные соревнования. Ну и собрались своими ребятами в команду, решили пойти поиграть. Всего в турнире по футболу принимает участие пять команд. Сражаться за лидерство они начали еще в начале июля. Играют по круговой системе. В рамках одного тура каждая команда встречается с каждой. Предугадать победителя нереально. Сильнейших определят после подсчета очков. Это небесказуемо. Они бьются, бьются. Даже детский математик играет. Они, допустим, сейчас кто на первом месте идет, очковы играют. А давайте закончим сразу. Не ждут. Давайте подведем итоги. Не. Мы будем играть так, как всегда играем. За два круга, чтобы интересно было. Также честно прочитаем. Очки, мячи, поражения и так далее. В следующий четверг в 17 часов на стадионе школы номер 16 Центр внешкольной работы проведет спортивный праздник, где будут подведены итоги летней программы, в том числе и турниры по футболу. Все победители получат призы и подарки. Мероприятие для лиц старше шести лет. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.